24 апреля 1682 года в Пустозерске один из духовных вождей старообрядчества протопоп Авакум Петров был заживо сожжен в срубе вместе с тремя единоверцами за великие на царский дом Хулы. Собравшиеся вокруг бояре, стрельцы, немногочисленные жители безвидных земель молча наблюдали за свершением приговора. Ступая на порог огненной смерти, протопоп Авакум в последний раз обращался к пастве со словом увещевания «Храните веру старую!». Когда пламя объяло сруб, и один из его товарищей закричал от ужаса, он наклонился к нему и стал утешать. Последнее, что было видно сквозь дым и огонь, это поднятая рука Авакума, благословляющая народ двумя перстами. Протопоп Авакум Петров – одна из самых фантастических фигур 17-го столетия. Сын бедного священника из Нижегородского уезда он рано приобрел известность как истовый подвижник православия, не признававший никаких сделок с совестью. Бесконечно строгий к самому себе. Случалось, он держал руку над горящими свечами, выжигая из тела злые желания. Он также строго спрашивал и со всех остальных. С мирян за пороки, с духовных за нарушение правил, с бояр и воевод за всякое беззаконие. У одной вдовы начальник отнял дочь, Авакум единственный заступился. Начальник с пистолетом в руке пришел в храм и жестоко избил священника, волоча его за собой по земле прямо в ризах. Бесконечные столкновения заставляли Авакума менять приходы. Но на новом месте снова вступал в конфликты во имя Христово дела и снова терпел поношения и побои. Так слава его добралась до Москвы, где сам царь-государь Алексей Свет Михайлович радушно принял Божьего человека в своих роскошных покоях. Эта встреча сулила Авакуму скорый взлет при дворе и карьеру. Но в 1653 году началась церковная реформа. Служба и обряды были унифицированы по греческому образцу, но значительная часть общества реформу отвергла. «До нас положено, лежи так во веки веков». К религиозному протесту примешивалось народное недовольство жестокими порядками, коррупцией, произволом, самоуправством. Нигде во всех начальных людях, во всех чинах нет правды. А пуще того, стремлением царской власти уничтожить личность как таковую. «Наш спор не церковный о возрасте книг, наш спор недуховный о пользе верик, наш спор о свободе, о праве дышать, о праве Господней вязать и решать». Протопоп Авакум стал яростным противником церковной реформы и призвал православных к сопротивлению. «Не словес красных Бог слушает, но дел наших хочет». Протопопа бросили в монастырский подвал, где он просидел три дня и три ночи без еды и питья, и сослали вместе с семьей в Тобольск. А оттуда, в Даурию, в Забайкалье, на холодную и голодную гибель, по всей Руси необъятной гноили и гнали раскольников. Духовную дочь Авакума, знаменитую бояриню Морозову, арестовали и, подвергнув бесчеловечным пыткам, уморили в земляной яме. «Тяжко бронитеся со мной, един кто от нас одолеет всяко», — высокомерно скажет царь. «Все ли христианство? Ежечеловека умучите», — смиренно ответит ему Морозова. В Сибири Авакум не погиб. Прошел тысячу верст по тайге, тащил лодки вместе с казаками, потерял двоих сыновей. Даурский воевода по наущению из Москвы подвергал строптивца преследованию. Авакум выдержал и это, не переставая обличать жестокую власть. Никого не боюсь, ни царя, ни князя, ни богата, ни сильно, ни дьявола самого. Опорой в испытание была Авакуму жена, Настасья Марковна. Она любила его до самоотречения. Любила, как в жизни почти не бывает. Разбивала разутые ноги о камни, падала, не могла встать и без ропота спрашивала, долго ли муки сия, протопоп будет. До самой смерти, Марковна, невесело откликался супруг. Она вздыхала, добро, Петрович, и на еще побредем. Тем временем раскол ширился и угрожал государству народным восстанием. Соловецкий монастырь шесть лет отбивался от осады стрельцов. Авакума вызвали в Москву на замирение. Царь предложил ему место своего духовника при условии отказа от дальнейшей борьбы. Но Авакум и в этот раз отступиться от старой веры отказался. Не люба им, как говорю, люба, как молчу, да мне так не сошлось. Тогда мятежного протопопа прокляли на церковном соборе и сослали за полярный круг в Пустозерск. Еще пятнадцать лет проведет он в земляной тюрьме, но и там будет вести бескомпромиссную борьбу с жестокой властью. Царь Алексей Михайлович на протопопа руки не поднимал, терпел. Но сын его и преемник, царь Федор Алексеевич, терпеть хулу еретика не стал и приказал сжечь. Эта казнь являлась свидетельством абсолютного бессилия государственной власти перед протестом старобрядцев. Исчезнувший в пламени костра протопопа Авакум Петров воскрес в народной памяти как герой-мученик, погибший за право жить и верить свободно, за право быть собой в любые самые трудные и лихие времена. А вакуум в пустозерске. Не в бревнах, а в ребрах церковь моя, в усмешке недоброй лицо бытия. В сложении двуперстным поднялся мой крест, горя в пустозерске блестая окрест. Я всюду прославлен, везде заклеймен, легендую давней в сердцах утвержден. Сердит и безумен я был, говорят, страдал, где и умер за старый обряд. Нелепостен этот людской приговор, в нем истины нету и слышен укор. Ведь суть не в обрядах, не в этом вражда, для Божьего взгляда обряд ерунда. Нам рушили веру в дела старины, без чести, без меры, без всякой вины, что в детстве любили, что славили мы, внезапно разбили служители тьмы. В святительском платье, в больших клобуках, с холодным распятием, в холодных руках, нас гнали на плаху, тащили в тюрьму, покорствуя страху в душе своему. Наш спор не духовный о возрасте книг, наш спор не церковный о пользе верик, наш спор о свободе, о праве дышать, о воле Господней вязать и решать. Целитель душевный, корал телеса, от происков гневных мы скрылись в леса, ломая запреты, бросали слова по целому свету из-за львиного рва. Мы звали к возмездию за эти грехи, и с Господом вместе мы пели стихи. Сурового Бога гремели слова, страдания много, но церковь жива. Иаза непокорный, читая псалтырь, в Андроневский черный пришел монастырь. Я был еще молод, и все перенес, побои, голод, и светский допрос. Там ангел крылами от стражи закрыл, и хлебом со щами меня накормил. Я подвиг приемля шагнул за порог, к Даурскую землю ушел на восток, на Синем Амуре молебен служил, бураны и бури едва пережил. Мне выжгли морозом клеймо на щеке, мне вырвали ноздри на горной реке, но к Богу дорога извечна одна, по дальним острогам проходит она, и вытерпеть Бога пронзительный взор немногие могут с Иисусовых пор. Настасья, Настасья, терпи, не плачь, не всякое счастье в одежде удач, не слушай соблазна, что бьется в груди, от казни до казни спокойно иди, бреди по дороге, не бойся змеи, которая ноги кусает твои, она не из рая, сюда приползла, из адово края посланница зла, здесь птичьего пения никто не слыхал, здесь учат терпению и мудрости скал, я узник темничный четырнадцать лет, я знал лишь брусничный единственный цвет, но то не нелепость, не сон бытия, душевная крепость и воля моя, закованным шагом ведут далеко, но иго мне благо и время легко, серебряной пылью мой след занесен, на огненных крыльях я в небо внесен, сквозь голод и холод, сквозь горе и страх, я к Богу как голубь поднялся с костра, тебе обещаю далекая Русь, врагам не прощая, я с неба вернусь, пускай я осмеян и предан костру, пусть прах мой развеян на горном ветру, нет участи слаще желанней конца, чем пепел стучащий в людские сердца. Продолжение следует...